В наших выпусках новостей и других программах мы довольно подробно анализировали тезисы послания президента России федеральному собранию. Одной из тем главы государства было образование. На это сегодня делается большая ставка. Но при этом важно, чтобы отрасль отвечала реальным запросам рынка. И это требование времени находит отражение в реальной жизни. Под Тверью состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший механик». За победу боролись студенты городских колледжей и вузов. За звание лучшего автомеханика студенты боролись, используя автомобили «КамАЗ». Вполне логично, что для участия в конкурсе в качестве членов жюри решили пригласить гостей из набережных Челнов. Для заводчан это стало приятным сюрпризом. Очень удивлены, приятно удивлены, что они вышли с такой инициативой и в принципе очень здорово привели этот конкурс. Ваше впечатление в целом от конкурса? Я в принципе доволен. Ребята показали себя с лучшей стороны. То, что ребята пришли, не постеснялись. Я думаю, это отличная идея. Но прежде чем представители татарстанского завода оказались приятно удивлены, около 200 студентов включились в борьбу. Причем изначально, по словам организаторов, они рассчитывали, что участников будет намного меньше. Но колледжи проявили энтузиазм, а кроме того подключились и вузы, которым вообще-то приглашение не присылали. А почему бы не заявиться, в общем-то наше созвучное направление. Политех участвует, мы участвуем. Это, так сказать, для их общего развития, это стимул дает для самообразования, для познания большего. Первым этапом была теория, которую студенты сдавали в своих учебных заведениях. Во второй раунд, проходивший уже непосредственно в дилерском центре, попали 20 лучших. Здесь их ждали два этапа. Сначала необходимо было пояснить работу измерительных приборов, а затем выполнить задание инструктора с помощью данных инструментов. И тут у участников возникло немало проблем. А у организаторов немало вопросов к преподавателям вузов и колледжей. Мы хотим очень, чтобы они задумывались над этим. Чтобы они увидели уровень своих студентов и сделали работу над ошибками. То есть фактически простейшие вещи, те, которые точно колледж должен учить. К сожалению, студенты поплыли и очень много плохих результатов, фактически нулей. То есть мы считали, что там из четырех заданий одно сложное, а оказалось, что из четырех заданий четыре сложное. Для некоторых оказалось так. Но тем не менее обучающиеся старались. В финал пробились четыре участника, которые должны были найти поломку каждый в своем автомобиле КАМАЗ. Критерии оценки – качество выполнения заданий и скорость. В итоге лучшим стал студент Тверского технологического колледжа Максим Сигналов. Наиболее простой, мне кажется, это теоретическая часть, потому что, в принципе, если есть определенная база знаний и уровень знаний, то ничего сложного. А вот второй этап, где были измерительные приборы, это уже было чуть сложнее. Победитель ведь за время должен был что-то сделать, правильно? Какое-то время показал. Честно, я не могу вам сказать, уточните у организаторов, но мне кажется, я около 25 минут справился из 40. В качестве награды Максим получил полностью оплаченную путевку на двоих в набережной Челны, где сможет лично ознакомиться со знаменитым предприятием. Причем представители КАМАЗа уже заявили, что постараются организовать подобные конкурсы и в других регионах. Но в Тверской области в следующем году он пройдет точно. Так что у наших студентов будет хорошая возможность снова побороться за звание лучшего автомеханика. А у автодилеров проверить, сделали ли в вузах и колледжах работу над ошибками.